Привет, друзья! Сегодня мы с вами обсудим зимнюю обувь, и я собираюсь рассказать вам про топ-5 лучших позиций для зимы. Здесь будет не только обувь непосредственно теплая, но еще и переходный, демисезонный вариант, потому что, во-первых, не все любят носить зимой меховую обувь, так как в тот момент, когда вы заходите в помещение, становится очень жарко, и получается, что это нефункционально, и меховая обувь более функциональна, скорее как прогулочный вариант. И вдобавок ко всему, не все живут в настолько холодном климате, чтобы переходить на совсем теплую обувь, и всю зиму носят осенние варианты. Но я также поделюсь с вами и парой лайфхаков о том, как свою демисезонную обувь носить зимой, когда холодает, так, чтобы было до сих пор тепло. Итак, первая позиция – это ботинки-хайкеры, или их еще называют ботинками в походном стиле. Что важно учитывать в том случае, если ваш выбор пойдет на ботинки именно в такой стилистике? Очень важно понимать, что это у нас стиль, относящийся к спорту. То есть, у вас не получится внедрить такие ботинки, например, в более элегантные комплекты, и, скорее всего, даже не получится носить их с пальто, либо будет очень сложно, потому что придется выбирать максимально простые ботинки и делать так, чтобы, например, ваше пальто с ботинками совпадало по цвету. И пальто тоже должно быть не совсем классическим, а скорее оверсайз или прямого покроя. Но в основном такие ботинки лучше всего смотрятся с пуховиками, это могут быть короткие или длинные даже пуховики, одеяло. И если вы будете усиливать вот эту спортивную стилистику и особенно использовать такие ботинки как прогулочные варианты, то будет смотреться красиво и стильно. Второй вариант – это челси на тракторной подошве. И это как раз обувь, которая относится у нас не совсем к зимней, а скорее к осенне-зимней. Но за счет того, что у таких челси достаточно высокая подошва или даже платформа, то получается, что они функциональны для зимы в том числе. И плюс еще за счет того, что подошва тракторная, то вы не будете скользить на льду, и вам не будет так холодно, так как расстояние до земли все-таки будет достаточно внушительным. И как сделать так, чтобы такая обувь была максимально функциональна тем, у кого зимой достаточно холодно? У меня есть два предложения для вас. Это либо стелька на меху, либо как вариант носки из кашемира. Такие носки, например, можно найти в магазине Фальки. Челси на платформе тоже дают достаточно спортивную стилистику, то есть я бы не рекомендовала носить их с юбками, особенно с длинными юбками. Это будет смотреться грубовато. Но в том случае, если вы будете сочетать их с брюками, джинсами или с джоггерами, все это будет смотреться стильно. Третья позиция, альтернатива Челси, это ботинки на шнуровке. Если Челси у нас скорее относится к трендам сезона, хотя появились они еще в прошлом сезоне, то ботинки на шнуровке, базовые черные классической формы, это у нас абсолютная классика. И такие ботинки можно было использовать и пять лет назад, и скорее всего еще пять следующих лет тоже мы их носить будем. Такие ботинки в зависимости от их формы можно использовать уже в разных стилях. Можно их носить и с классическими брюками, потому что ботинки сами по себе достаточно нейтральны. То есть не нужно брать для себя ботинки, у которых будут какие-то лишние навороты. Но если говорить о именно трендах этого сезона, то сейчас более актуальны ботинки с более высоким голенищем, чем, например, это было раньше. То есть иногда даже своей высотой они могут доходить почти до середины голени. В том случае, если такие ботинки обтягивают вашу лодыжку, можно их даже использовать с юбкой, но это скорее всего будет юбка мини или, например, шерстяное платье длинной миди прямом покрое. Такие ботинки также можно для себя использовать с плотными колготками или с плотными носками или с меховой стелькой для того, чтобы вы могли носить их даже в максимально холодную погоду. Четвертая позиция, и здесь я объединила сразу два пункта, потому что они похожи по своей функциональности. Это либо кроссовки на меху, либо полуботинки или лоферы на меху. И здесь снова повторюсь, что у нас у всех разный климат, даже внутри нашей одной большой страны. Ну и вдобавок меня смотрят девушки из совершенно разных стран, кому-то даже зимой позволительно продолжать носить кеды без меха. И это тоже ок для их климата. Так что все, что я говорю, сегодня, конечно же, вы должны примерять именно на тот климат, в котором вы живете. И не нужно сыпать осуждениями, что я говорю про какие-то нежизнеспособные модели. Так вот, если вам позволяет климат носить невысокую обувь, но при этом все равно зимой достаточно остывает земля, от нее идет холод. Поэтому я, например, ношу невысокую обувь на меху достаточно долго. То есть она у меня перетекает из зимы в весну, то есть когда весной еще достаточно холодно, когда все тает и земля не прогрелась, то лоферы или кроссовки на меху это очень-очень функциональный и красивый вариант. При этом это могут быть и чуть более высокие ботинки, даже на шнуровке спереди. Но за счет меха, конечно, они будут функциональны для холодной погоды. Такую обувь можно носить и в элегантных комплектах, и в более спортивных образах. Например, это может быть тоже один из трендов сезона и то, что является классикой спортивного плана кашемировый или шерстяной костюм. И последняя обувь, которую я рекомендую приобрести для себя в этом сезоне, это высокие сапоги. При этом, если вы любите носить юбки, юбки миди зимой, например, с плотными колготками, то я рекомендую купить для себя сапоги на каблуке, потому что с такой длиной юбки каблук, конечно, показан и в большей части случаев даже необходим. Исключение это когда у вас очень-очень стройные ноги, и может быть вам даже наоборот более выгодно несколько раз продробить визуально свою фигуру, для того, чтобы скорректировать баланс, сбалансировать свою фигуру. Но в остальных случаях, как правило, лучше всего смотрятся все-таки высокие сапоги и сапоги на каблуке, которые прячутся под вашу юбку. И альтернатива, которую можно рассмотреть для себя в этом сезоне, это сапоги в жокейском стиле. Это очень-очень модная позиция, которую хорошо использовать, например, с плотными леггинсами или с джинсами скини, которые вы будете заправлять в такие сапоги. Ну и даже сейчас, в принципе, уместно носить их с более классическими брюками. Конечно, они не должны быть совсем широкими, как шаровары, но с таким полуприлеганием к вашему телу и таким образом, чтобы вы заправили их сапоги, это вполне допустимо. Единственное, что я порекомендую вам, это подбирать сапоги и брюки в тон. Вот такая небольшая подборка зимней обуви получилась у нас в этом сезоне. Я очень надеюсь, что вы не используете антитренды, потому что именно обувь, как правило, выдает, насколько вы в теме моды, насколько вы успеваете за модой и насколько стильно вы выглядите. Потому что даже если мы не говорим о каких-то трендах, но все-таки при помощи удачной или неудачной обуви вы можете либо разрушить свой комплект и свой стиль, либо, наоборот, его доработать и вывести на новый уровень. Ну что ж, если вам нравятся такие видео и узконаправленные темы, то поддержите меня лайками, я буду вам очень благодарна. Подписывайтесь на мой канал, всем хорошей зимы и до новых встреч, друзья!